Организуют культурные мероприятия с целью улучшения понимания народа в двух стран, о культурах России и Вьетнама, осознавая важность этой сферы в развитии отношений всестороннего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом. По случаю Дня России 12 июня и Году культуры России в странах Асиан, в пятницу 10 июня посольствам России во Вьетнаме организованы празднования Дня России и ряд культурных мероприятий в Ханое. Охотское море, река Синяя, озеро Селигер. Выставка работ фотохудожников Русского географического общества на тему «Природа России. Знакомить и посетителей с великолепным, романтичным, красивым и привлекательным миром природы России». Смотря на эти фотографии, лично у меня и у моих друзей, которые когда-то учились в России, появились желания вновь посетить живописную страну Россию, которую мы очень любим. Я считаю, что подобный конкретный культурный обмен укоревляет дружбу между двумя народами и повышает взаимопонимание людей наших стран. Музыкальный коллектив Санкт-Петербургского дома музыки впервые выступает во Вьетнаме. Нам очень понравилось, нам было очень приятно, что нас сюда пригласили. Нам очень интересна эта культура. Мне всегда интересовала культура Азии и Вьетнам. Это очень интересная страна, и я надеюсь, что я еще не раз сюда вернусь. С 6 по 10 июня в России проходили Дни культуры Вьетнама. А в Ханое «Неделя русского языка» и выставка картин о России известного вьетнамского художника Ли Лама «Ли Лам рисует Россию». Да, мы сегодня посетили выставку художника Ли Лама. Эти работы, поскольку они отражают любовь вьетнамцев к России. И мы договорились с Обществом Вьетнама и Российской Дружбы, что организуем выставку этих работ не только художника Ли Лама, но и других вьетнамцев к России. Планируем эту выставку сделать в Москве, в Санкт-Петербурге, ну и еще в других городах, где у нас есть отделение Общества Российской и Вьетнамской Дружбы, чтобы донести молодого поколения россиян о той любви, которая сохранилась в сердце вьетнамцев к российскому народу, к России. Организация больших культурных программ, концертов и выставок. Это то, к чему Вьетнам и Россия стремятся в году к культуры России в Асиан. Понимаю, что культурный обмен способствует сближению россиян и вьетнамцев и обогащению культуры двух стран. А теперь прогноз погоды во Вьетнаме на завтра.